дамы и господа мы first and only а это wellness клуб для богатых и знаменитых а еще для здоровья и сегодня сюда для вас я пригласил доктора врач спортивной медицины георгий темичев и говорить мы будем о здоровье коленного сустава как профилактировать травмы колена как укреплять так чтобы колени не болели и сделать так чтобы вы дорогие наши не травмировались георгий спасибо что вы с нами снова кстати посмотрите прошлый выпуск про спину и про здоровье и тренировки спины так коленочки колено побаливает из побаливают если побаливают что делать первое если побаливают что делать нужно конечно разобраться почему побаливают это очень важный момент потому что в зависимости от того почему они побаливают дальнейшие действия могут отличаться можем начать наверное самых распространенных причин и самая по статистике распространенная причина это конечно же хрящ то есть это хрящ который находится на задней стороне коленной чашечки и на передней стороне бедренной кости. То есть это так называемое пателофеморальное сочленение. У бегунов это вообще 80% всех беговых травм. Сейчас же много. Поэтому называется колено бегуна. Вот так и называется, да. Но если люди занимаются зимними видами спорта, например, хоккей, когда человек в одной позиции очень долго находится, или сноуборд, я вот катаюсь, например, на сноуборде, и на себе это тоже иногда чувствую, или горные лыжи, то это ровно с такой же степенью актуально. То есть когда происходит довольно в одной амплитуде нагрузка, довольно длительная, особенно связанная с амортизацией, потому что на скорости ты все время амортизируешь коленку. Да, то хрящик, конечно, от этого достаточно сильно нагружается. И чтобы это выдержать, он должен быть, конечно же, готов. А подготовить его можно заранее. То есть нужно за несколько месяцев до сезона начинать этап подготовки. И готовить его надо сочетанием высокоинтенсивных тренировок и более объемных тренировок на колени. То есть нужно нагружать его довольно адекватно, давая, конечно, возможность восстановиться. И в этом, конечно же, помогают базовые упражнения тренажерного зала. Они очень-очень хороши. То есть разгибания, приседания, выпады. Это приседания, плит приседания, боковые приседания, жимы ногами и так далее. Но здесь важный момент... То есть это нагружает хрящ, дает лучшее... Это больше плотности. Он становится плотнее. То есть волокон там на единицу становится больше. И, соответственно, выдержать нагрузку он может большую с меньшими последствиями. То есть если раньше, например, колени во время катания начинали чувствоваться, то после адекватных тренировок они чувствоваться не будут. И болеть, соответственно, тоже не будут. Ну и, конечно, может быть различного рода специфическая тренировка. Ну, тоже можно тренировкой назвать. Когда люди тренируются по типу статодинамики, тот самый знаменитый режим, оно будет более специфичным для лыж. Потому что когда ты встал, например, на лыжи или на сноуборде, да, и ты находишься, соответственно, в таком режиме. И эта тренировка позволит как раз сохранить координацию. Потому что если ты встал так, подвигался 30 секунд, а ехать тебе еще 5 минут, закислился, то ты можешь упасть, травмироваться, и ничем хорошим это может не закончиться. Поэтому к таким нагрузкам тоже надо специфически готовиться, чтобы на трассе не оплошать. А вот хоккеисты-любители, много таких, которые там 2 раза в неделю катаются после работы, вечером уже вроде уставшие, но собираются. И вот в полную силу, как понимаешь, это быстро заканчивается травмами колен. Что делать таким ребятам? Ну, есть какие-то специальные упражнения. То есть я там наблюдаю за тренерами, которые дают какие-то упражнения с резиной, ударные упражнения, какие-то толчки, различные прыжки. Это все помогает? Это все помогает, да. Это все помогает. Тут дело на несколько, наверное, частей это надо разделить. Первое – это неконтактные травмы. То есть травмы, которые происходят из-за либо избыточного использования, то есть ты просто слишком много для своего уровня катался или слишком интенсивно для своего уровня катался, или травму из-за усталости, когда ты потерял координацию и оказался травмирован. Вот от первого будут помогать просто базовые тренировки, от второго нужны уже специальные тренировки на координацию, на скорость реакции и так далее, и так далее. То есть вот это все очень важные моменты. Ну и третий вид, наверное, травм, да, это уже непосредственно контактные травмы. То есть когда… Можно как-то избежать, к сожалению, нет. Ослабить эффект. Можно сделать связки чуть более толстыми, но на это нужно очень много времени и очень много тренироваться. То есть прям нужно прям работать, работать, работать… Каждый день много раз. И связки увеличивают свою толщину. Прям есть такое сравнительное МРТ-исследование. И вот этим, собственно, и надо заниматься людям, если они хотят именно такие травмы. Это прям год и более. То есть это длительная история, но соединительная ткань как раз, а мы говорим чаще всего именно про нее, типа связки, хрящи, там вот это вот все дело. Оно, к сожалению, медленное. Ну, то есть оно быстро на нагрузку не реагирует. И если мы говорим о том, что оно как-то меняется, то это всегда от полугода и дольше. Меньшими просто промежутками мы даже не думаем. Что нужно есть во время тренировок, месяцами и годами, для того, чтобы связки быстрее становились крепче и толще? Достаточное количество белка. Белок? Да, полтора-два грамма на килограмм массы тела. Неважно, какой белок. Для того, чтобы тебе хватало... Не обязательно белок, связок, животных. Нет. Для того, чтобы тебе хватало просто строительного материала на синтез всего того, что там возникает. Не обязательно коллаген из баночки. Нет, если тебе достаточно белка в рационе, то это все нельзя. Организм это все... Хотя некоторые любят. Некоторые любят, например, ко мне девушки приходят, говорят, вот я типа мясо столько не ем, я там ем 15 грамм в сутки в целом, да? И типа, вот что мне делать? Мясо я есть не хочу. Могу я есть вместо этого коллаген? Ну, как бы, да, окей. И тогда вариантов нет. Да, ешь коллаген или еще что-то такое. Взоро. Какие есть. Если она не хочет корректировать диету, то есть не слушает она меня. Или других врачей. Мне вот интересно, какие вот такие вот особенные упражнения для того, чтобы не сломаться. Координационные. Координационные. То есть помимо базовых, базовые в принципе все вполне понятно, да? Но координационные упражнения нужны. И здесь, ну, собственно, можно использовать либо что-то вот такое, либо можно использовать резинку, либо можно использовать тренажер блочный. Он тоже вполне себе подходит. Прошу подержать, и я покажу, какие есть варианты. Первый, самый простой координационный вариант, это, конечно, вот такой, когда мы стоим. И упражнение сейчас буду делать для правой ноги. Стартовать я могу из положения внутренней ротации. То есть я таз как бы закручиваю до конца, и у меня вот это бедро уходит во внутреннюю ротацию. Дальше руки я вывожу вперед для того, чтобы создать плечо рычага. И после этого я вращаю бедро наружу, а колено оставляю прямым. То есть вот такое вот ротационное упражнение у меня получается. Здесь какая есть скрытая такая засада. Это отсутствие нормальной координации между торсом, тазом и бедром. Потому что, несмотря на то, что в моем исполнении упражнение выглядит легко, люди начинают делать его вот так. Да. Они начинают крутить грудной клеткой, и всякий смысл пропадает. Либо они не могут скоординировать опять же бедро, и начинают делать его вот так. Вот как раз вот эту вот историю мы хотим переобучить. То есть, чтобы человек вместо того, чтобы скручиваться в голеностопе, где он часто привык это делать, научился крутиться в тазобедренном суставе. Потому что когда ты будешь, например, тормозить, или что-то вот такое делать, тебе понадобится скрутиться вот сюда, для того, чтобы оттолкнуться потом назад. Это же бросок, это же замах, и вот оно. Да. И если у тебя нет вот этого навыка, то ты будешь очень много делать вот такого. И это как раз нехорошо для колена. От этого могут низки пострадать, связки пострадать. Ну, в общем, много может быть последствий. Поэтому учим человека для начала крутиться в тазобедренном суставе. На полутора ногах, то есть основная нога опорная, вторая ей помогает. Учим. Учим, да. И потом на одной ноге делать то же самое. Это уже в разы сложнее. Можно начинать с медленной скорости, и потом переходить на более быструю скорость. То же самое можно делать... То есть, вот научил делать так, потом быстро, потом мячик... Да, то же самое можно делать, например... Он уже умеет держать, да, потому что многие это... Даже я вижу, ребёнок показывает бросок, но он вот такой. Да, да, это самая частая история. Вся жизнь у него это... Ну, такое движение, оно сложилось. Потом жалоба на колено, естественно, да. Безусловно. Вот оно. И можно даже делать различного рода прыжки, например, на 90 градусов на другую ногу. То есть успеть попрыгнуть, зарядился, перенёс. И... Да, чтобы во время прыжка у тебя тоже вот этого вот не произошло. Угу. Увода колено внутрь. От. Здесь тоже важный момент. Это успеть оттолкнуться стопой. То есть, если ты стопу слишком долго задержал, тазом повернулся, а стопой ещё не успел оттолкнуться, у тебя дальше начнёт колено. Травматичность. И стопа опять. Поэтому вовремя оттолкнуться стопой, это ещё один важный момент. Прыжки. Различные погу, прыжки, прыжки вверх. А вот это торможение, как называют. Когда спрыгивают, фиксируются даже с большой высоты, я видел. Это просто... Ну, если мы делаем это как подготовку, это называется контрдвижение. Да. А так это просто приземление будет. Постепенно добавлять высоту. Это хорошо для гашения, но это не совсем специфично, например, для каких-то вот таких историй, которые мы сейчас обсуждаем. Вот. Это если мы говорим про всякие вот такие координационные. Отдельно на какой-то нестабильной штуке, ну, я, если честно, смысла не вижу. Более специфично уже будет непосредственная интеграция сразу на лёд. Нестабильная, это, наверное, не про колено, да? Это больше вот реакция. Это больше про баланс. В целом про баланс. В целом, да. И сказать, что люди, которые занимаются на нестабильной опоре, отдельно в зале я имею в виду, имеют меньшее число травм по сравнению с теми, кто этого не делал. Ну, такого, к сожалению, нет. Хотелось бы, чтобы оно таким обладало, но тогда все это делали, но, к сожалению, нет. Прыжки различные. То есть это и отталкивание, и приземление. Прыжки – это прям, да, то, что стоит отрабатывать для спортивных различных качеств. То есть если нам нужно очень быстро толкаться, сильно толкаться, то что-нибудь будет поотрабатывать. Здесь, здесь, там, назад тянуть, пинать. В хоккее? Нет, я спрашиваю. Для колена есть какие-то прям… В целом, чего еще часто не хватает. Да, чего часто не хватает – это тренировки в полной амплитуде. Потому что то, что мы видим особенно у любителей, или даже не у любителей, а просто у людей, которые не особо ничем не занимаются, это максимальная работа в зале до 90 градусов. Вот я какой умничка в рекламе с аэрофитом в последнем ролике в Инстаграме как раз объяснял, что нужно делать упражнение с полной амплитудой, чтобы питать, нагружать хрящ по всей его поверхности. Да. Они приходят и не работают в полной амплитуде. Потом жалуются, что у них колени хрустят, что они на корточке не могут сесть и так далее, и так далее. Поэтому один-два раза в неделю выражены такие колено-доминантные упражнения с выведением коленей за линию носка. Это прям то, что стоит ввести в свой двигательный рацион для того, чтобы коленки были в максимальной форме. Ну, по мне кажется, я так думаю, правильно ли я думаю, что укреплять мышцы со всех сторон. Это безусловно. Это задача ОФП. То есть это задняя поверхность бедра, там какие-нибудь изолированное, и базовые варианты, типа румынская становная тяга, гиперэкстенджер. Это и всякие там приведения бедра, отведения бедра. Это все, конечно же, надо делать. Слушай, видел такое немножечко травматичное, но, например, вот как бы статика в этом положении, когда давление здесь, статика здесь, когда есть давление. Ну, это все выглядит довольно странно. Есть в этом смысл? Статика в смысле просто с тайной тянемся, типа планка боковая. Под напряжением, что-то вроде этого. Дело в том, что в коленке-то самой непосредственно мышцы достаточно мало. Да. То есть тех мышц, которые именно там какими-то мышечными частями перекидываются, в основном это мышцы сзади поверхности голени. Остальные перекидываются за счет сухожилий и непосредственно там с каких-то грузов. То есть это нагрузка на связки, как вроде рекомендуют и говорят. Нет такого. Ну, я бы посмотрел данные, мне было бы интересно знать, действительно ли это работает. Я такого специфического не видел, что прям типа это действительно помогает. Но если есть, было бы интересно посмотреть. Ну, это, как знаешь, такое выражение, как бы запас прочности. Вот когда в тебя попадает в колено, то есть если оно не привыкло в этом положении держаться, то оно провалится. Но если ты давал эту нагрузку, вот скажем, толкал двадцатку, то есть якобы, что есть некий запас прочности, который позволит сохранить. Ну, тут очень легко это логически раскладывается на два компонента. Первый компонент это чисто координационный, но он очень специфичен будет. То есть ты насколько специфично это тренировал тому состоянию, в котором у тебя будет прилетать. И скорее всего это будет не очень специфично. И второй компонент это та самая плотность соединительной ткани, например, связок медиальных коленов. Насколько это будет их делать более толстыми и в какой перспективе. Чего делать не нужно, чтобы не усложнить ситуацию, скажем. Не делайте кучу всего разного, потому что некоторые люди, например, склонны к тому, чтобы заниматься пятью какими-то хобби разными, плюс еще ходить в тренажерный зал. Это наваливает очень большой объем, с которым ткани и человек в частности не справляются. и это просто приводит к большому количеству проблем. Это может быть очень большая нагрузка в зале, большая нагрузка еще там на льду или еще в каких-то других занятиях. И этого просто оказывается слишком много. Это первый момент. И второй момент это когда наваливают слишком высокую интенсивность. Например, тебе говорят, давай, давай, уже пошли там играть, еще что-то, еще что-то. И сразу очень высокая интенсивность. Получается, тоже можно не справиться. Вот это два, наверное, таких частых греха. И третий, это когда очень нерегулярно. Это тоже прям беда. Когда вы, например, ничего не делали там три недели, а потом вернулись к уровню нагрузки, которая была три недели назад. Так делать нельзя. Вам необходимо сделать в период входа в нагрузку хотя бы еще две-три недели для того, чтобы вернуться на прежний уровень. Потому что вот как раз когда происходит вот эта вот разгрузка и нагрузка, что у детей-спортсменов, что у любителей, что у профиков, это место, где они травмируются, что он приходит ко мне. Ну, чтобы со мной не видеться, лучше так не делать. Где вас найти? У меня есть клиника. Ценные салюты. У меня есть клиника. Можно, в принципе, ввести там Георгий Кемичев. И там спокойно покажутся в клинику. Да, в Москве. Приехать, записаться. На проспекте Вернадского. И если смотрят меня коллеги, мы занимаемся еще обучением. На Ленинском проспекте у нас учебный центр может тоже прийти, поучиться тому, как проводить реабилитацию при различных патологиях. И ссылочки на соцсети нашего уважаемого доктора оставляем в описании. Юрочка, спасибо тебе за съемочку. Георгий, рад вашей знакомству. Спасибо огромное за ценные советы. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на Георгий. Счастливо.